На два дни Бабруйску центры республиканской громадско-культурной акции «Марафон 11». Кожный тут зной, где для себя шмат цикавого. Уникальные фотовыставы, ни сумные, ни лекции, майстер-классы. В «Марафоне» проймают уделы белорусские блогеры. Для их, як и для артыста, уладить экскурсии по предприемству города. Так на Бабруйском заводе, буйна панельного домобудования, одразу у цеху отбылась концертная программа «Разом працуем, разом спеваем». Дарэч, это новинка «Марафона 11» в Бабруйску. Вось так, одразу у цехах нараджались айды и рылсал. Вось таким захоплением белорусские блогеры почали открывать для себя одно с города утваральных предприемств у Бабруйска – Бабруйска-Громаш. Это один цеху предприемства «Бабруйск-Громаш». Отсюда начинается вытворство с причепных обсталеваний. Про это ведем цеху не только мы с вами, а и аудитория 13 блогеров, которые заветали сегодня экскурсию у межах республиканской громадско-культурной акции «Марафон 1-2». У механо-зборочном цеху вырабляют детали, и где сборка будущих причепов, вытворчивостью яких предприемства займается с 1974 года. «Марафон единства – это сила. То есть у меня аудитория больше детско-подростковая, и я хочу очень сильно детям показать и подросткам, что это очень важно быть вместе, что мы вместе сила, что мы вместе – это большая-большая команда. Мы очень много где были, на разных фабриках, и это очень классно увидеть, как это делается изнутри, потому что сначала, ну, в принципе, в жизни мы видим вот это вот все большое, вот эти машины, вот это все, а на самом деле мы не знаем, как это изготавливается, как это делается, а тут все вот эти мелочи, и ты смотришь на нас, знаете, как идеальный мир». «Очень круто, что нас везде, нам показывают наше производство, и мы можем наблюдать, как создаются продукты, как создаются техника, предприятия работают, что это очень масштабно, и этим стоит гордиться». По традиции марафона «Одинство» у працонных коллективах отбылся сустречи под назвой «Адну справу робем». Работники Бобруйского завода там погутарили знамесником генерального директора Минского автомобильного завода. «Вот это и есть одно общее дело, потому что мы завязаны в производственную цепочку, в технологическую цепочку, но производство без человека – это ничего. Поэтому кроме этого мы в едином коллективе». «За последние четыре года с начала этой пятилетки объем экспорта у нас вырос в три раза. Зарплата у нас поднялась в этом году 125%. И это не только в этом году, это все вот эти четыре года мы идем в таком темпе. И заслуга МАЗа в этом, ну как минимум 50%, потому что сегодня 50% продукции нашего завода отправляется на МАЗ». Программа марафона протягивается. Яна Различина на два дни. «Мы очень горды тем, что именно город Бобруйск – это первый стартовый город на территории нашей прекрасной Могилевщины, нашего Приднепровского края. Для нас это очень почетно и большая ответственность. Я убеждена, что гости, которые побывают на мероприятиях марафона «Единство» в городе Бобруйске, получат массу удовольствия и получат массу замечательных эмоций – теплых, добрых, светлых, потому что такой праздник – это еще одно подтверждение, что беларусы едины, что мы любим работать, умеем работать сообща, любим отдыхать и любим дарить друг другу радость. Это самое важное, это самое главное, и я думаю, что эмоции это подтвердят». Завершить марафон «Единство» в Бобруйску масштабный концерт «Час выбор у нас» – он отбудется в субботу, 16 листопада, в Бобруйске арене. Онлайн-трансляция будет ладиться на ютуб-канале «Беларусь-4 Могилев». Субтитры создавал DimaTorzok